Всем Мау, с вами Чешир. Как многие, следящие за моим каналом ребята знают, в начале месяца мы получили замечательную возможность поиграть на ЗБТ новой игрулёнки под названием Гранд Сага. И сейчас я с вами кратенько поделюсь своими мыслями про игру. Твоя сага начинается. Окунись в красочный аниме мир новой MMORPG Гранд Сага. Улётный сюжет и много, очень много возможностей для кастомизации. Регистрируйся на ФОГГЕМЕ. Итак, с 11 по 14 октября каждый, кто прошёл предрегистрацию, получил возможность побегать на ЗБТ игры. Собственно, мы и побегали. Все стримы есть на канале, можете глянуть кому интересно. Давайте кратенечко пройдёмся по главным аспектам игры. 1. Графика. Она тут на уровне. Не прям супер мега дупер современной технологии, которые вышли послезавтра, для которых нужна 50-90 RTX Titanium Super на 100-500 миллионов гигабайт. Нет, нормальная крепенькая анимешная графика. Больше склонная к 3D, но достаточно чётко и качественно прорисованная. 2. Кросс-платформенная игра. Один из самых главных пунктов, к которым я ещё вернусь позже. Да, данная игра больше мобильная, чем другие, но и на компьютере замечательно в неё играется. Лично я не получал какого-то дискомфорта от этого. А в каких-то более красочных сценах, наоборот, на обычном компе получаешь больше удовольствия от графики, чем на маленьком экране телефона. 3. ММО и РПГ. Так как я слоупок, я особо далеко не докачался, всего тот 37 уровень. Но мне этого хватило, чтобы понять, что игра достаточно насыщенная всякими активностями и взаимодействиями, даже на мой личный вкус поначалу чересчур. Но главное, что в игре есть чем заниматься, во что вникать и что изучать. 4. ЛОР. Вот тут вот честно признаюсь, я его полностью скипал. Во-первых, я в целом никогда особо не был любителем затирания сюжетов до дыр. А во-вторых, я его решил полностью оставить на релиз игры, чтобы там спокойненько и не спеша им насладиться. 5. Персонажи. Начальные персонажи забавные и интересные. Лично у меня уже появился свой любимчик, ну точнее любимица. Но в целом поизучать их отдельно надо будет каждого. Благо их всего на старте 6 и прям сложности это не составит. Но хотя бы вот основными тем, кем я хотел, я побегал. Прикольно, все девочки мне понравились. На старте с них и начну. Кто бы сомневался. 6. Отдельно хочется выделить то, что в определенных локациях и городах ты бегаешь и видишь вокруг кучу других игроков. Можешь с ними коммуницировать или чатик почитать. Для игры, которая в первую очередь разрабатывалась как мобильная, это прикольно. 7. Система гатчик. Стандартная, без каких-либо собери иголку из яйца единорога, которого съел дракон в полнолуние. Вот в заточке, да, это по-моему чуть-чуть присутствует. В самой гатче нет. Но как мне показалось, она очень даже щедрая. Мы вроде как поиграли всего 3 дня и суммарно не больше 6 часов, но при этом выкрутили достаточно большое количество прямо штоповых вещей. И это с учетом того, что я далеко не закрывал все то, что можно закрывать для получения ресурсов. Итог. Лично мое мнение мне зашло. Просто бывают такие игры, где смотришь вроде на картинку, все, когда же прям нравится, ой как красивенько. А заходишь и через 10 минут понимаешь, ну не можешь ты в это играть. Ну вот ну никак. И у меня порой такие встречаются. Есть еще варианты игр, которые прям пиарят из всех утюгов. Вау, 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 все будет супер пошли. Но я вот смотрю на них и че-то как-то вообще не тянет и я их скипаю. А друзьяшки у виска крутят и говорят фи. Тут же изначально по картинке мне понравилось. А поиграв я понял, что да, в нее я смогу играть. И даже буду. И не только потому, что как многие даже преданные подписчики подумали, ааа блохастый проплаченный ко-ко-ко. Это-то да, это понятно. Вот как раз Пентли собираюсь третью прикупить и может быть вертолетик. Посоветуйте модель. Все дело во втором пункте, к которому я как раз и собирался вернуться. Игра кроссплатформенная. Игра и на компе, и на планшете, и на телефоне, и хоть в ванне с уточками. Все дело именно в этом. Я много работаю, ха-ха. И порой эта работа очень рутинная, то есть построенная на определенных жестких алгоритмах, в которых хочешь или не хочешь встроены пробелы по времени, но ты не можешь отойти от компа. И в эти моменты я сижу и бездумно втыкаю в монитор. Да, чаще всего эти пробелы заполнены дорамками или видосиками на ютубчике. А порой какими-нибудь такого рода кроссплатформенными или вообще мобильными игруленками, где практически в любой момент можешь свернуть окно или нажать на автобой и переключиться на свои дела. Или вот, периодически я встаю из-за компа для разминки, что и всем советую, это полезно. И иду на кухню подышать свежим воздухом, вот это не всем советую. И вот в этот момент я сижу и играю на телефоне вообще в три в ряд. А тут вот пожалуйста я смогу заменить это на что-то более полноценное, интересное и осознанное. Так что как-то так, для меня это действительно нормальная игруленка, в которую можно будет позалипать. Уж все лучше, чем тапать хомяка. Ну а если вы хотите тоже присоединиться, то ссылка в описании. Пред регистрация, как я понимаю, продолжается и плюшки на старте можно будет еще получить. Так что тыкайтесь. А на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте палец вверх. Но главное, вкусно. Покушайте. Всем приятного аппетита и пока. Пока.